В зимнее время наледь образуется не только на дорогах и тротуарах, но и на крышах домов. Несмотря на морозную погоду и отсутствие сосулек, кровли нужно регулярно чистить. Ведь в случае резкого потепления все это может превратиться в глыбы льда и, как следствие, травмировать горожан. Как следят за чистотой крыш, выясняла Елена Васильевская. Забраться на крышу трехэтажного дома легко. Такую высоту эти ребята называют детской. Рекорд промышленного альпиниста Алишера – 250-метровая вышка. За 16 лет работал на разных объектах. В этом деле нравится то, что оно приносит пользу людям, хоть и в ущерб себе. Веревка обрезалась, чуть не упал. Было страшно. День рождения у нас такой день называется. Если что-то случилось, то день рождения почти. Второе. Холодно иногда, иногда страшно, а так нормально. В среднем на уборку одной крыши уходит около часа. Иногда чуть больше. Все зависит от погодных условий. Бригада состоит из четырех человек. Пока один счищает лед, другие следят за безопасностью прохожих. Помимо чистки крыш, нужно привести в порядок все козырьки над подъездами и подвалами. Несмотря на то, что высота здесь небольшая, около полутора метров, альпинист обязательно должен быть со страховкой. Она надежно крепится на крыше. Также обязателен сигнальный жилет. Благодаря ему альпиниста видно даже в темное время суток. Ну а голову защищает специальная каска. Безопасность здесь главная. Прежде чем приступить к работе, территорию ограждают специальной лентой и ставят предупреждающие знаки. Не забывают и о рабочих. На крышу допускают только со специальным разрешением и надежной страховкой. Утром происходит инструктаж, наряд-допуск. Перед началом работы выполнение охранных мероприятий. Перед выходом на очистку кровель проверяется спецодежда, инструмент и снаряжение альпиниста и кровельщиков, чтобы они были полностью комплектованы. До наступления оттепели нужно успеть привести в порядок все крыши в Химках. Однако зачастую возникает сложность, припаркованные под окнами автомобили. Поиск владельцев порой занимает больше времени, чем сама чистка. Подрядные организации просят своевременно убирать личный транспорт. Ведь от вовремя счищенной наледи зависит безопасность горожан. Елена Васильевская, Алексей Козеров, Служба новостей.